Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! У меня осталось три влога, которые я не перевела. Сегодня решила сесть и перевести их тоже. Надела свой новый кардиган, который покупала в Нью-Йоркере, и также взяла свою микросумочку, в которую просто влюбилась. Вы не представляете, насколько сильно она запала мне в душу. Я аж сделала еще один заказ, где есть еще две микросумочки. А сегодня мы решили погулять, потому что погода на улице хорошая, и она такая будет не всегда, потому что потихоньку уже наступают холода. Мы пришли в одно из моих любимых заведений, это Мадо, и это мой любимый десерт. Вулкан, я его просто обожаю, стоит он 9 манат, и еще плюс рядом идет бесплатно чай. Также здесь есть вот такое специальное меню, и здесь даже можно выбрать. Можно взять, например, чай или капучино абсолютно бесплатно к десерту. Я думаю, что это безумно круто, и даже десерты, которые слишком сладкие или очень большие, вместе с ними идет аж две. Чашечки чая абсолютно бесплатно. Такой подробной информации я всегда стараюсь делиться на своем азербайджанском канале, потому что есть люди, которые совершенно не знают про эти акции. А возможно, если бы знали, с удовольствием бы воспользовались. Поэтому по возможности стараюсь делиться максимально полезным контентом. Ну и я, понятное дело, взяла свой любимый десерт и чашечку горячего чая. Еще в прошлый раз мы пробовали здесь круассаны с начинкой, которые были неприторно-сладкие, и поэтому в этот раз взяли тот же самый круассан, который пробовали ранее. А вообще, я очень люблю повторять одни и те же позиции в одних и тех же ресторанах. Если мне что-то понравилось, я могу в десятый, пятнадцатый, двадцатый раз кушать одно и то же, вместо того, чтобы экспериментировать и пробовать что-то новое. Ну и, собственно говоря, счет у нас вышел 18-20, что делает что-то в районе 11 долларов. Также здесь уже включена в стоимость принудительные чаевые. Пришла уже домой и сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Твиксик сидит у двери и начинает мяукать вовсю, просится в подъезд. И вы сейчас напишите да отпустит его, пусть погуляет. Дело не в том, что он хочет погулять, он хочет убежать. В последнее время за ним нужен глаз да глаз, потому что он ищет момента, когда дверь будет открыта и он выскользнет. Это лето он очень много времени провел в деревне, и ему нравится там атмосфера. Нравится то, что неограниченное место и он может погулять, пообщаться с другими котиками, поэтому в квартире ему скучно. Он настолько обосновался в деревне, что вообще не хотел обратно. Вот реально я его еле загоняю обратно в квартиру, он не хочет, хочет здесь остаться жить в подъезде. Что делать с подобным поведением? А это уже я приветствую вас на следующий день. Здесь я еще не делала кератином. Посмотрите, в каком состоянии у меня волосы. Вчера как-то спонтанно решила начать снимать видео. Пришла домой и эта охота у меня быстро улетучилась, вещи остались здесь, сумка из деревни до сих пор не разобрана. В общем, я очень хозяйственная дама. Если вы помните, в одной из распаковок темы я вам показывала, что оттуда заказала такой микроблендер или миксер для кофе. И, в общем, он мне совершенно не понравился, потому что работал очень слабо. Пару попыток я разочаровалась и решила его выбросить. Потом я увидела в комментариях, что одна из моих подписчиц сталкивалась с подобной проблемой. И, в общем, она просто поменяла батарейки, он начал работать просто идеально. У меня тоже самое, девочки. Просто поменяла батарейки на мощные и теперь работает просто на ура. Буквально одной минуты было достаточно, чтобы получить такую классную пену. Я просто подсела на кофе и каждое мое утро в обязательном порядке начинается с чашечки горячего кофе. Ну и, собственно говоря, завтрак у меня сегодня очень бедный. Это один банан, два яичка, сыр ламби и черный хлеб. Признаться честно, черный хлеб я совершенно не люблю, но его любит моя мамочка, поэтому каждый раз она покупает именно его. Сейчас я буду делать макияж, потому что собираюсь выходить из дома. Есть некоторые дела, которые нужно сделать. И буду использовать мои новые косметические средства, которые я заказала с Trendyol. Кто подписан на меня в инстаграме, тот наверняка видел. Я себе приобрела от Makeup Revolution транспарантную пудру в большом объеме, здесь 35 грамм. Упаковка неудобная, поэтому я с тему заказала себе небольшой органайзер именно для пудры. Стараюсь это видео тоже перевести и выложить для вас сюда. Спасибо вам огромное за комментарии, вы писали советы о том, какой тональный лучше взять. Так как, к сожалению, почти все тональные, почему-то мне темные у любой марок. Даже у корейской косметики Pure Beauty самый светлый оттенок, но первый он также мне немножечко совсем желтит. И в качестве базы под макияж я использую вот эту от L'Oreal. Она очень быстро впитывается и мне очень нравится финиш. Еще купила такой тональник. И, кстати, эти девочки, которые будут писать насчет срока годности, у меня осталось в коллекции всего четыре тональника. Все остальное я закончила. И вот это вот у нас новинки. То есть те средства, которые я открываю, я ими постоянно пользуюсь. Одну тоналку подарила подружке. То, что сроки поджимают, стараюсь использовать в первую очередь. Вот это, кстати, видео и все остальные мои блоги я в последнее время снимаю на свой телефон. У меня 14 Pro Max. И мне настолько удобно быстро монтировать. Еще сверху звук озвучиваю и публикую еще и сюда. У меня были две камеры, одну из которых я продала, на вторую я снимаю для вас мукбанки, а все остальное я снимаю на телефон. Вот этот мой любимый тональный от Никс закончился, и этот оттенок я не могу найти ни в одном Никсе. Одна из подписчиц написала мне в комментариях, что у Арифлейм есть The One серия, и там есть светлый тональный. И я вспомнила, что во времена еще школы я пользовалась этим тональным, и он мне идеально подходил. Но потом как-то прошли времена, и, кстати, стоил он совершенно недорого. Надеюсь, что он еще есть в продаже, и самый главный квест — найти косметику Арифлейм в 2024 году. Сейчас вообще есть желающих покупать каталожную косметику очень мало, и представителей, следовательно, тоже. Изобилие магазинов, всяких маркетплейсов. Везде есть тестеры, можно пощупать, потрогать, посмотреть. Поэтому, следовательно, эта вся косметика ушла на второй план. Но какие-то позиции, они чисто из моего детства, и мне бы очень хотелось бы их попробовать. Именно поэтому я купила аромат Far Away от Avon. Просто потому, что это запах моего детства. И еще пару позиций купила ароматов от Avon. Потому что в то время у нас соседка занималась этим, и мы покупали постоянно у нее парфюмерию от Avon. Я даже с экономием их пользую, потому что этот запах отправляет меня в детство. То же самое, одежда какого-то стиля. Жалко, что все это у меня не сохранилось. Еще в Инстаграме наткнулась на девушку. По-моему, ее зовут Полина, и она снимает образы. Ну, очень крутые видосы именно с вайбом этих лет. Я, наверное, каждое ее видео где-то по 10 раз пересматриваю. Ее видео — это что-то особенное, это что-то личное, а-ля 2012 год. Очень жаль, что тогда я не была блогером. Было бы очень интересно смотреть контент тех времен. Хотя у меня на канале сейчас есть очень старые видео, и я их не удаляю. Хотя, когда я их смотрю, мне становится очень стыдно за качество, как я себя веду, как я преподношу информацию и так далее. Просто, на мой взгляд, это архив, который со временем будет очень интересно пересматривать. Поэтому удалять эти видео я не собираюсь. Ну, а что-то на подобии, кстати, снять можно. У меня с тех времен осталось немного аксессуаров. Можно даже чисто для образа заказать немножко одежды в стиле этих лет и снять какой-то видос. Пишите в комментариях, было бы ли вам интересно смотреть это видео. А рассыпчатая пудра у меня просто сыпется во все стороны. Именно поэтому я заказала Argoniter. Вот этот вот, и он уже, кстати, мне пришел. Я уже распаковку тоже сняла. Будет в ближайшее время. Он конкретно упростил мне жизнь. Реально стало намного удобнее пользоваться рассыпчатой пудрой. А еще на Trendyol были огромные скидки. Я, естественно, не удержалась и заказала Not Cosmetics, потому что это турецкое производство, а в Турции действительно она дешевле. Поэтому я заказала аж 9 продуктов. BB-крем, румяшки, тональные, короче, все, что там есть. Можно даже снять отдельное видео или какой-нибудь шот, например. В этот день я снимала очень много коротких роликов. Я вообще стараюсь все свои идеи записывать в блокнот и осуществлять их в один день. То есть, например, сегодня у меня с утра по плану было снять мукпанк и перевести 3 видео на русский язык. А в тот день я сняла короткие ролики, по-моему, штук 10. Просто потом постепенно, по мере надобности, я их выкладываю. Но, к сожалению, на этом канале мои короткие видео совсем не залетают, поэтому сюда переводить их особого смысла я не вижу. После того, как я приехала из деревни, у меня вся косметика в разнопрос. Обычно в этой корзине бывают средства, которыми я пользуюсь на ежедневной основе. Обожаю просто эту палетку от Huda. Она просто самая моя любимая и, наверное, самая удачная покупка за все время. Короче, вкратце, что я делаю сейчас? Я просто беру средства, которыми пользуюсь на ежедневной основе. Хорошенько протираю. Также протираю вот эту корзину, которая служит мне, наверное, уже лет 7. Откуда я это знаю? Все очень просто. В первых моих роликах уже была эта корзина. Кладу в эту корзину тени для оформления бровей, потому что я использую гель и именно тени. Новую тональную основу от Pure Beauty и рассыпчатую пудру от Makeup Revolution. У меня, знаете, периодами, где-то, наверное, месяц я пользуюсь плюс-минус одной косметикой, потом она мне надоедает, и я меняю позиции. Или, например, раньше я вела Project Pen чисто для себя и брала позиции, которые я хочу закончить до конца, и их клала в эту корзину. Например, вот эту помаду от NYX я просто обожала, и каждый мукпанк она была на мне, а сейчас она мне настолько надоела, мне уже даже не нравится текстура, и я пытаюсь ее добить до конца. Люди, которые меня видят в жизни, всегда спрашивают, какой тушью я пользуюсь. Так вот, девочки, у меня самая обычная эссенс, и мне она безумно нравится. Вот эти румяшки от Catrice, им, наверное, больше даже 5 лет, и я их пытаюсь закончить, потому что супер они. Уже упаковка потрепанная, измученная, и также вот эта палетка от Makeup Revolution также у меня сломалась, поэтому я пытаюсь ее добить до конца, но здесь очень много теней. Я думаю, минимум пару лет ежедневного использования понадобится, чтобы добить эту палетку. И сверху, девочки, кладу зеркальце, которое приобретала в мини-сом. Каждый день именно его я использую, когда делаю макияж. Кстати, должна с вами посоветоваться, у меня возникла идея. Все видео, которые я когда-либо публиковала на своем азербайджанском канале, их просто переводить, точнее, скачивать, переводить и публиковать сюда. Будет ли вам интересно, пишите обязательно в комментариях. Все необходимое я собрала в корзину, а все остальное кладу по местам. У меня есть вот такой ящик, где все лежит то, что в запасе. Шампуни от Клеер я сразу покупаю много, заказываю с Тренд Йолл и оставляю здесь. По мере надобности уже отсюда беру и использую. Например, этот тоник, я его ни разу не использовала. Бальзамы для губ, крема для рук и все остальное. В следующем видео или, по-моему, через видео обязательно разберу и покажу вам детально, что здесь внутри есть. Подобную мелочевку я люблю заказывать и оставлять на запас. Например, в последнее время, где-то, наверное, на протяжении года я уже не хожу на лазер и поэтому купилась я вот такие вот лезвия розовые. Сетом получилось очень выгодно. Завтра я записана на кератин, но также я заказала себе витаминки для волос, ногтей и для кожи. И, вы знаете, я просто в восторге от этих таблеток. Уже три года прошло с момента приема Раокутана и я счастливая жила все это время. Недавно начала замечать, что у меня на подбородке начали появляться высыпания и я что делала? Конечно же, их выдавливала. Грязными руками, длинными ногтями, девочки, запомните, никогда не трогайте лицо грязными руками, пожалуйста. Ну и, в общем, высыпания стало больше. Я уже не знала, что делать. Какое-то время перестала вообще трогать лицо руками и начала пить эти таблетки и увидела просто невероятный результат. Не знаю, возможно, это никак не связано и мне просто показалось, но особо от волос я не заметила какую-то разницу. Ногти у меня тоже под гейдлаком, поэтому я их не вижу. А вот насчет кожи прям могу признаться, что реально осталась в восторге. Волосы, как вы видите, у меня очень сухие ломки, поэтому завтра мы с вами идем на кератин, а сегодня я сейчас иду в супермаркет. Пришла в самый большой супермаркет, потому что и для мукбанков мне нужны какие-то интересные товары, и также мне нужно снимать короткие ролики с интересными товарами, поэтому я решила пройтись по магазинам. Мини-сон, ароматизаторы, 50% скидка. Хотела купить, потому что цена была приятная, но, к сожалению, не было тестеров. А вообще, это моя слабость, и не только потому, что у меня дома есть кот, а просто я обожаю, когда дома классно, вкусно пахнет. Я заказывала с Trendyol три штуки, один у нас сейчас в прихожей стоит, там заказывать намного дешевле получается, но тоже, опять же, вы не можете затестить аромат. Очень странно, в Bravo запакован косметоз, это прям ужас какой-то, чтобы затестить какой-то продукт, точнее, тестеров вообще нет, то и все они вот лежат вот в таком состоянии. Чтобы что-то взять, обязательно нужно позвать консультанта. Короче, я подобное не люблю, поэтому пошла мимо. Цены, в принципе, такие же, как и везде. Лучше пойти уже в другой магазин, где есть тестеры, где все в шаговой доступности, так скажем. Сейчас это очень странно прозвучит, но мне в последнее время очень хочется что-то с операционной системой Android, либо дополнительный второй телефон, либо взять планшет, что-нибудь. И тем более, у меня есть пер-карта, и сумму можно разделить, и получается, в месяц где-то буду платить по 20 долларов. В детском отделе увидела вот эти лаки для ногтей. Как сейчас я люблю косметику, так же я ее любила в детстве, и вот эти бы лаки были просто моей мечтой. Когда мне в детстве что-то не покупали, я никогда не плакала, не устраивала истерики в магазинах. Я еще с тех пор всегда понимала родителей, что у них, например, нет денег. И они, к примеру, не могут тебе позволить ту или иную мою хотелку. Но придя домой, вечером лежа в кровати, я вечно мечтала, что у меня появится эта вещь. То есть я засыпала с мыслями о каких-то покупках каждый вечер. Очень странно-то это звучит. То есть в моем детстве не было дома два, не было ютубчика, и не было возможности что-то посмотреть и заснуть под это. Я просто лежала и о чем-то мечтала, и вот так вот засыпала. Также, девочки, на заметку в магазине Браво. Очень хорошие цены и скидки, на вот такие бокалы. Все они в коробках, стоят недорого, 2-3 моната. Можно, например, кому-то подарить, но в основном у них принт такой более летний. И даже на этом стакане написано Summer. Я и снимала для вас, и рассматривала для себя эти стаканы с полной уверенностью, что в конце один из них я обязательно возьму. Просто никак не могла определиться, какой именно стоит взять. Стояла, топталась, топталась, рассматривала эти стаканы, и, вы знаете, поймала себя на одной мысли. Делать онлайн покупки мне гораздо проще, нежели офлайн. Когда я нахожусь в реальном времени в магазине, я тысячу раз думаю, действительно ли мне нужна та или иная вещь. А когда шопинг проходит онлайн, я просто кидаю все в корзину, и у меня такое ощущение, что это все мне дарится. Вещь, мне кажется, намного дешевле. Хотя, в принципе, цена одна и та же. И вот мне интересно, это только у меня так, или у вас тоже. Посмотрите, какие красивые стаканы, и по такой большой скидке можно было и маме один взять, и себе. А нет, я ничего не взяла. Многие мои подписчики обвиняют меня в том, что я покупаю очень много ненужных вещей, и я поняла, что это действительно на самом деле, может быть, в какой-то степени так, но это именно только онлайн. В магазинах я веду себя очень даже хорошо. Вообще, изначально в супермаркет я пошла искать что-то интересное, потому что это один из самых больших супермаркетов, и мне хотелось для Мукбанка найти какие-то интересные позиции или для видео. Но, если честно, я ничего не нашла. Потратила где-то три часа своего времени, туда-сюда ходила, в итоге почти ничего не купила. Хотя на многие позиции были скидки, но тут, знаете, дело не в скидках, было, хотелось что-то интересное. И единственное, что я взяла, вот эту вот колбасу. Мне она очень нравится, это российского производства, и российская колбаса бывает самая вкусная. Я, кстати, никогда не пробовала сыр с плесенью. Он, говорят, хорошо идет именно с вином. Такой изысканный сыр, но я его не пробовала. Есть еще такой красный, необычный. Надо обязательно попробовать и снять видео. Кто пробовал, как вам, пишите обязательно в комментариях, интересно будет почитать. И еще я взяла креветки, потому что они здесь есть, и мне нужно было для спринг-роллов. Мукбанк у нас уже вышел на канале, так что обязательно посмотрите, если вы до сих пор не смотрели. Вообще, морепродукты, креветки у нас стоят дорого, получается около 25 долларов за килограмм. Еще плюс их продают в таком состоянии, что половина это просто вода, это просто лед. Я, в свою очередь, взяла достаточно крупный, еще взяла нори и рисовую бумагу. С нори будет отдельное видео, очень интересно, я кое-что задумала, но еще, к сожалению, не осуществила. Все в планах. Вот такие вот небольшие у меня покупочки. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, не забывайте писать комментарии, обязательно подписывайтесь, буду стараться для вас снимать как можно больше контента. Всех люблю, целую, с вами была Айка, пока!